Выпадает на дно, там метамерфизируется, отлагается магнетит. И по этому процессу, по его интенсивности, оценивают, что кислород наконец-то начал появляться в нашей геологической летописи. Довольно долгое время жизнь не выходит на сушу. И вот 2,5 миллиарда лет от нас, когда содержание кислорода все еще достаточно низкое, и возникает клетка растения. Это первый симбиоз, достаточно успешный, день рождения растительной клетки. Они рождались и потом, еще может быть один или два раза в истории организмов осуществлялся симбиоз цианобактерий. Но вот этот первый, самый успешный, который дал начало всему разнообразию водорослей и зеленых растений. Ну, за исключением каких-то очень маленьких, небольших групп. Содержание кислорода накапливалось потихонечку, и вдруг происходит бурный рост. Жизнь пока в океанах, и в конце концов возникает озоновый экран. Озоновый экран это где-то под 20% кислорода. И в высоких слоях атмосферы он может превращаться в озон и закрывать Землю от космических излучений. Видите, постепенно фотосинтез меняет жизнь на нашей планете. Вот уже атмосфера стала, наверное, такой же самый голубой. Возникли процессы обратного парникового эффекта. Углекислого газа стало мало. Планета остыла. Атмосфера стала более прозрачной. Возник озоновый экран. И с небольшим отрывом друг от друга. Сначала чинистоногие, потом позвоночные, сами растения. Все лезут на сушу. Потому что там уже наконец-то можно. Там есть озоновый экран. Ну, особенно бурное развитие растительности в карбоне. Это каменно-угольный период. Откладываются залежи каменного угля. Очень мощные. До сих пор не до конца разведанные. И, естественно, что не выработанные человечеством. Хотя мы добыли довольно много угля. Но потом переключились на нефть. А уголь до сих пор лежит где-то в недрах нашей планеты. Это одно из самых мощных хранилищ углерода на Земле. Ну, естественно, что по мере выпадания, как бы, в осадок углерода, СО2, да, остается О2. И потихонечку атмосфера все дальше и дальше насыщается. Ну, и предполагает, что даже захлестывает современное содержание. Вот здесь обратный парниковый эффект. Возникает оледенение, полярные шапки. Климат становится более резким по увлажнению температуры. И появляются голосеменные растения. Они, наконец-то, не зависят от внешней капельной влаги в протекании жизненного цикла. Цветковые растения. Видите, события, которые мы очень долго рассматриваем в книжках, на самом деле, на оси времени они сосредоточены очень плотно. Благодаря тому, что из-за кислорода все время ускоряется процесс углеродного метаболизма. Хвойные растут медленно, а вот цветковые растут очень быстро. Их биомассу нужно очень быстро потреблять. Соответственно, где-то здесь возникает теплокровность в разных линиях животных. И это чревато тем, что съедает больше биомассы. Ну и, наконец, то, чем мы гордимся, царем природы-человеком, вот вся наша эволюция вот эта чудесная, она умещается вот в таком отрезке на реальном времени. Почувствуйте, что такое человек и что такое процесс фотосинтеза. Ну, можно сказать, что мы практически современники динозавров. Они вымерли сравнительно недавно, там где-то вот на границе, ближе к мировому периоду. Ну, теперь от такого вот исторического масштаба мы перемещаемся к планетарному. Ну, один из академиков даже придумал специальное такое звучное название, что планета у нас одета хлоросферой, зеленой оболочкой, в которой есть хлорофилл. Обратите внимание на величину, которая здесь представлена. Концентрация хлорофилла А в миллиграммах на метр кубический. Метр кубический представляем, да, что такое. И миллиграмм это, ну, такая очень крошечная пылиночка, распыленная на метр кубический. На самом деле хлорофилл оказывается очень мощной краской. Если посмотреть на самые зеленые зоны нашей планеты, это тропические леса Амазонии, или там Африки, или где-нибудь на Варнео, то окажется, что на гектаре тропического леса содержится всего 15 килограмм хлорофилла. Полтора ведра краски, которая может выкрасить тропическую растительность примерно на площади футбольного поля. Представили, да, футбольное поле, забитое деревьями плотно, на них водоросли какие-то, мхи, эпифиты, растительность травяная, все. Каждый листик, чтобы выкрасить, хватает полтора ведра хлорофилла. Поэтому, когда школьник пишет, что очень важно растению сэкономить энергию и силы на образование хлорофилла, надо задаться вопросом, а много ли оно тратит на этот хлорофилл? Ну, на самом деле, ничтожно мало по сравнению с какими-то другими процессами, например, с биосинтезом белка. Биосинтез белка, конечно, будет гораздо важнее, чем биосинтез хлорофилла. Но без этой краски, опять-таки, никуда. Ну, теперь мы с космических высот посмотрим, с вертолета, как выглядит наша хлоросфера планеты. Есть у нас много чего, тут и растительное какие-то, древесное сообщество, водное сообщество заполненное, там, плавающей флорой, какая-то водорослевая льгофлора есть и так далее. И, в конце концов, опустимся уже совсем на масштаб зеленого листа. Ну, все мы помним, что у растения есть верхний и нижний эпидермис, такие бесцветные клетки. Вот этот вот слой называется гиподерма, у некоторых растений есть, у некоторых нет. Ну, собственно, эпидермис – это верхний и нижний и первые поверхностные слои. У поверхностных слоев есть очень важная функция защитить наземное растение от высыхания. Поэтому сверху эти клетки выделяют восковой слой, очень тоненький. Он называется кутикулой. Толщина кутикулы зависит от экологических условий, от экологической группы. Ну, понятно, что у ксерафитов будет мощная кутикула, такая толстая, слабо пропускающая воду. А у каких-нибудь приводных гиграфитов восковой слой будет маленьким, и через него может улетать довольно много воды. Кроме того, у растений есть система межклетников. И у межклетников есть функция проветривания нижнего мизофила. Видите, в верхнем мизофиле нет никаких устичных клеток, они есть в нижнем эпидермисе. И здесь, как бы, сообщается наружная среда с пространством межклетников. Происходит такое вот проветривание по межклетникам. Ну и, конечно, углекислый газ и в дальнейшем кислород могут обмениваться сначала с газовой фазой в межклетниках, потом с газовой фазой наружу. Это как бы полдела. Второе полдела – это очень неправильная форма губчатых клеток. Она характерна именно для С3 растений и предназначена для очень странных целей. Клетка своими отростками касается нескольких клеток столбчатого мизофила. А дальше касается вот как бы проводящих путей. И получается, что путь от сахаров пересекает сравнительно мало клеточных мембран и клеточных стенок. То есть это упрощает процесс сбора сахаров. Вот верхний мизофил старается, работает в столбчатый мизофил. А губчатый мизофил, кроме того, что в межклетниках проветривание, он еще собирает сахар и делает это по кратчайшим траекториям до проводящих сосудов. Вот поэтому такая вот странная структура, выполняющая две функции сразу. Если рассмотреть, как луч ведет себя, падая на поверхность листа, то окажется, что часть солнечных лучей, конечно же, отразится и попадет нам в глаз. И тогда мы видим, что как будто такое вот поблескивание, глянцевый блеск. Часть лучей отражается от клеточных стенок, которые лежат под разными углами и рассеивается в губчатом мизофиле. Это позволяет часть лучей вернуть обратно в столбчатый мизофил. Ну и, наконец, нижний эпидермис, он играет роль такого зеркальца или рефлектора, и лучи обратно от него отражаются, могут несколько раз отражаться от других каких-то структур, прежде чем лучик покинет свет. Вот такая вот структура листа позволяет оптимально создать освещение внутри зеленой ткани, внутри хлорингина. Поэтому вот эти бесцветные клетки, они очень важны, не только для защиты, но и с точки зрения оптики листа. Ну, теперь приступаем, собственно, к фотосинтезу. Уравнение фотосинтеза знают все. Углекислый газ, вода, свет. При участии хлорофила в зеленом листе образуются условные сахара и, ну, довольно токсичный побочный продукт кислорода. Я надеюсь, что вот этот опыт все знают. Все знают, да, такой опыт? Или никто не знает. Кто поставил этот опыт? Кто? Нет, это был не Пристли. Пристли, когда он экспериментировал, поставил опыт с кем? С мышью. С крысой. Крыса слишком крупная, она бы задохлась там быстрее. С крысой, с свечой там и с веткой мятой ставил опыты. На самом деле, их было очень много, этих опытов. И когда он опубликовал свои данные, пытались их воспроизвести. И в некоторых ситуациях почему-то мышь погибала все равно. Хотя там была ветка мяты, как описано, все было нормально. Вот, например, один аптекарь из Швеции ставил в своей аптеке опыты. Ну, понятно, днем там было полно пациентов. А по вечерам он там зажигал свечи, сажал эту мышь. И она раз от раза дохла. И было непонятно, в чем дело. У кого-то получалось, а у кого-то не получалось. Пристли делал свои опыты в саду. То есть он выходил, ему делать было нечего, больных не было, он был богатый человек. Мог себе позволить, так сказать, днем в саду поэкспериментировать с мышью. А те, которые трудяги-работяги, они только по вечерам могли с этой мышью поработать. И у них почему-то не получалось. И все как-то вот считали, что может пристли шарлатан, и как-то не очень получается этот опыт с исправлением воздуха. Ну и прочитав все это, голландский врач Ян Энгенхаус поехал в Великобританию, познакомился с пристли, с трудами пристли, и провел, что называется, британские каникулы. То есть он все лето прожил в Великобритании, и тогда только-только из Канады привезли Элладею канадскую. Редкостное растение, которое все холили или лели там в своих аквариумах. И вот он решил, давайте мы с чем-нибудь экзотическим поснимаемся. Ну, например, Элладея канадская. Кого вам надо? Ян Энгенхаус. Ян Энгенхаус. И дальше он этой Элладею, вот, придумал такую модельную систему. Собирать газ в какую-то пробирочку, и смотрел за скоростью отрывания пузырьков в зависимости от, ну, например, от погоды. И увидел, пасмурная погода, что-то слабовато. Если сильное солнце, то значит хорошо. Дальше он пробовал затенять как-то, брать разные там кусочки. И, в конце концов, поставив 500 опытов, он написал небольшую книжечку, которую тут же раскупили. Ну, тогда интернета не было, новостей было мало, и все были впечатлены, что, оказывается, для фотосинтеза нужен свет. Это доказательство необходимости света для фотосинтеза. Не выделение кислорода, как может показаться, а этот опыт был предназначен для выявления роли света. На самом деле, процесс очень сложный, и он делится на две стадии. Световая стадия фотосинтеза и темновая стадия фотосинтеза. Они разделены в растительной клетке. Световая стадия, она происходит с участием хлорофила и с участием света. Вот здесь-то пригодится как раз хлорофил. Темновая стадия, она в пигментах не нуждается, большая часть интермедиатов бесцветны. И она происходит в строме хлоропластов. Ну, или иногда в цитоплазме, иногда в уголях, в метахондриях, захватывает какие-то соседние компартменты клетки. Ну, стандартное клише, что раз световая, значит днем, а раз темновая, значит тоже днем. Да, световая стадия идет до тех пор, пока не кончатся продукты световой стадии. Они заканчиваются довольно быстро, буквально там в считанные минуты, и темновая стадия тоже останавливается. То есть и то, и другое идет днем, но разница в чем, что вот мы выключили свет, и еще несколько минут может идти темновая стадия в темноте. Вот поэтому она темновая. Понятно, да? Не всю ночь она там будет, а будет совсем ограниченное время после выключения света. Ну, название темновой стадии не очень удачное, поэтому сейчас в современной учебной западной литературе пишут о циклах углерода при фотосинтезе. Центральным местом световой стадии является преобразование энергии света в энергию движения электрона. Ну, сначала этот свет надо поймать и подать на специфические молекулы хлорофила. Ну, вот два специальных хлорофила, которые улавливают длину волны 680 нм, называются P680. Ну, P от слова пигмент. На самом деле это хлорофил, конечно же. Или на P700. Тоже хлорофил, тоже две молекулы, и они немножечко по-другому поглощают свет. Вот только эти специальные хлорофилы, P680 и P700, могут преобразовать энергию света в энергию движущегося электрона. Ну, сначала квант света попадает, и его возбуждение мигрирует и придает энергию реакционному центру фотосистемы. Ну, например, фотосистемы 2 или фотосистема 1. В результате каждая из фотосистем приводит в движение электрон. Электрон передается акцептору и забирается от донора. Возникает сила, которая перемещает электрон от одних вещей к другим. Ну, вот благодаря этому процессу ученые уже не первые десяток лет размахивают грантами и говорят, дайте нам денег, мы вас завалим дешевыми батарейками на хлорофиле. Строим там мембрану и получим вот такую вот разницу потенциалов и, наконец, это будет очень дешевая энергия. Но, как правило, оказывается, что не очень-то и удается. Вот это движение должно быть как-то организовано. И на самом деле электроны переходят от фотосистемы 2 к фотосистеме 1 и движутся дальше. Чтобы пополнить недостаток электронов, надо забрать их у кого-нибудь. Их забирают у воды. Вот эти вот все агенты, которые передают электрон друг к другу по ходу дела, называются компонентами электрон-транспортной цепи. Ну, получается, как вот представьте, надо кирпичи передавать, и так из рук в руки кирпич передают. Это вот примерно так устроена электрон-транспортная цепь. Вещества друг к другу передают последовательно электрон. Там нет какой-нибудь проволочки, по которой течет электричество, а еще чего-нибудь другого. Это достаточно сложные органические молекулы. В итоге электрон течет от воды и накапливается на восстановители некое. Этот восстановитель стандартный, и он используется для реакции биосинтеза. Никотинамид, динуклеотид, фосфат восстановлены. По мере транспорта электрона происходит еще один процесс. Электрон, оказывается, может совершить полезную работу по переносу протона через мембрану. А градиент протона в дальнейшем можно преобразовать в энергию АТФ. Таким образом, в световой стадии разлагается вода с образованием кислорода, появляется восстановитель, и появляется АТФ. АТФ и восстановитель расходуются в темновых стадиях фотосинтеза. Пока есть АТФ, пока есть надфосфат восстановленный, вот до тех пор световая стадия более или менее поставляет все это в темновую стадию. Как только это закончится, темновая стадия завершается. Центральным в темновой стадии, как лом, в который вливаются разные метаболиты, является цикл Кальвина. У него есть второе название восстановительный пентозо-фосфатный цикл. Вот именно здесь происходит фиксация углекислого газа. И с использованием энергии АТФ и восстановителя углекислый газ восстанавливается до сахара. Сахар можно отчерпывать из системы и куда-нибудь направлять дальше. Это надстройки. То есть кроме этого котла есть какие-то боковые ответвления, веточки, которые помогают одни из них сконцентрировать углекислый газ. Это С4-цикл или второе название цикл Хэтчеслэка в честь первооткрывателей. И так называемый КАМ-метаболизм. Видите, пишется не очень обычно, а читается как КАМ. Красуляция Ацет Метаболизм. Ну и цикл Кальвина пересекается с фотодыханием, в результате которого поглощается кислород. Вот такая общая карта процессов. Вот цветовая фаза, темновая фаза. И мы вот как бы рассмотрели, что там будет в целом в виде блок-схемы. Так, листаем дальше. Рано, да? Ну, заодно скажу, что на самом деле вот эта часть КАМ-метаболизма может частично протекать ночью. Поэтому в том, что темновая фаза течет у некоторых растений ночью, это не очень большая ошибка, если вы точно знаете, у каких растений это происходит. Ну и теперь мы с вами перемещаемся к световой стадии фотосинтеза. И более подробно ее рассмотрим. Ну, световая стадия фотосинтеза связана, конечно же, с пигментами зеленого листа. И секрет окраски зеленого листа где-то в конце 19-го, в начале 20-го века исследовал Михаил Семенович цвет. Фамилия была очень подходящая, поскольку он работал с пигментами. И свой метод он назвал методом хроматографии. Хромокраска и графы пишу, там, описываю, ну, или там, рисую как-то. Значит, метод заключался в следующем. Надо сначала изготовить вытяжку и дальше эту зеленую вытяжку нанести на твердый носитель. В своих опытах он использовал молотую сахарную пудру или крахмал. А сейчас, конечно же, используется или бумажный носитель, или какие-нибудь там, селуфольные, кремниевые пластиночки с силикогелем, там, и так далее. Самое главное это по капельке прогнать через это все систему растворителей. И, в конце концов, получится разделение на пятна. Ну, кто был в прошлом году на московском этапе, тот, наверное, помнит, как это происходит. Ну, как раз вот в одном из вопросов спрашивалось, кто открыл метод хроматографии. Мнения были разные. Это были и Мечников, и Пастер, и в одной работе это был Эрих Морей Ремарк. Ну, на самом деле, это был Михаил Семенович Цвет. Михаил Семенович Цвет, он родился и жил в Швейцарии. Мама у него была итальянка, а папа у него был, ну, такой вот русский чиновник по каким-то экономическим вопросам. Ну, в конце концов, мама у них умерла, и они с семейством перебрались в Россию. Там, отца куда-то там, в Крым послали этой экономикой заниматься. А Цвет попал сначала в Петербург. Его работу долго не засчитывали, потому что он защищался в Швейцарии, а в России швейцарский диплом был недействителен. Ему предстояло перезащититься. Ну, он претерпел очень много, в конце концов, перезащитился, и его направили профессором в Варшаву. Но тут была очередная неудача, началась как раз война с Германией, это Первая мировая война, и когда он поехал на летние каникулы отдыхать куда-то на юг, в Варшаву он уже не смог вернуться, потому что Варшава была занята немцами и вышла в дальнейшем из состава Российской империи. После этого Цвета забросила в Воронеж, где он умер от голода в 19-м году. Это были тяжелые достаточно времена, когда в городах продуктов не хватало, и вот у него не оказалось пайки, он уже как бы читал лекции, сидя, потому что не мог встать, и в конце концов уже лето он не пережил, весенний семестр отдержался, и вот он похоронен в Воронеже, и там у них в университете есть такой кабинетик Цвета. Там, где он работал последние годы. Ну, что и видно на этой хроматограмме. С одной стороны видны два хлорофила. Верхний, сине-зеленые окраски, это хлорофилл А. Нижний, желто-зеленые окраски, это хлорофилл Б. Хлорофиллы А и Б характерны для зеленых растений и зеленых водорослей. Есть очень небольшой группы специализированных цианобактерий. Очень высоко к фронту идут каротины. Вот перед вами представлена формула бета-каротина, и здесь нет ни одного красного шарика. Каротины это такие каротиноиды, у которых нет кислорода. Они состоят только из углерода и водорода. Если в состав входит кислород, то тогда, соответственно, получаются ксантофиллы. Вот они обозначены на картинке, как другие каротиноиды. Вот эти фотосинтетические фигменты довольно стандартны для зеленых листьев и зеленых водорослей очень многих видов. То есть, чтобы вы не размалывали зеленое, будет примерно такая хроматограммка. Ну и вот такое серенькое пятнышко, слабо заметное, это так называемый феофитин. Тоже я надеюсь, что вы, по крайней мере, хлорофилл А, хлорофилл Б и каротины вы могли видеть на хроматограмме, они хорошо отделяются. А вот остальные каротиноиды это уже как повезет. Ну и с трех красок, желтый, такой густо-зеленый и салатово-зеленый, складывается окраска листа. И лист может самой быть разнообразной окраски. То есть от белой, если пигмента отсутствует, желтой, если там есть только каротиноиды, ну и чем больше накопилось хлорофиллов, тем гуще зеленая окраска. Ну и бывают разные оттенки при зеленой окраске. Ну, чтобы вы себе представили, как выглядит лист совсем без хлорофила, здесь представлен бесхлорофильный мутант гороха. Он не может синтезировать хлорофилл и остается только каротиноиды. Пока у него есть в запасе питательные вещества в семидолях, он живет примерно так вот недельки две-три и потом погибает. Ну, понятное дело, что вести такое растение приходится в гетерозикуте. Он постоянно выщепляется, там третьего получается с четверть вот таких и три четверти остальных зелененьких. Ну, разнообразие хлорофиллов. С одной стороны, мы можем посмотреть на молекул хлорофила и из чего она состоит. в центре атом магния, здесь вот нарисовано магния, который скоординирован с четырьмя атомами азота. Часть связи ковалентная, часть координационная. Каждый атом азота входит в такое вот пятиугольное кольцо, гетероцикл. Этот гетероцикл называется перолом. Перолов раз, два, три, четыре штуки. Поэтому все хлорофиллы называются тетропиролами. Ну и дальше они замкнуты через атом углерода и получается вот такая вот система плоская, окружающая магний. Кроме того, пределом такой вот довольно крупный хвост, который обладает гидрофобными свойствами. Это так называемый спирт фитол. Фитол нужен для взаимодействия с белками. Свободного хлорофила в клетке нет, он должен быть все время вставлен в белок. Если он свободный, то это может приводить к каким-то неприятным последствиям для клетки. Вот эта вот структура характерна практически для всех хлорофиллов. По крайней мере и магний, и вот это кольцо тетропирольное, они есть у всех хлорофиллов. Фитол это еще как кому повезет, но в большей части есть. Ну и различия касается боковых радикалов, видите, здесь их довольно много самых разнообразных, ну и центральное отличие между хлорофиллом А и хлорофиллом В это вот этот крайний радикал. Здесь CH3 метильный радикал, а здесь CHO, это альбегидный радикал. Кроме хлорофиллов А и В, у других групп имеются хлорофилы С1 и С2. Это бурые, золотистые водоросли, вот они содержат С1 и С2, те, которые относятся теперь гетерокантофета или как-то они по-другому называются, ну в общем систематика постоянно меняется, но вот у этих групп водорослей имеются хлорофилы С1 и С2. Хлорофилл D очень долгое время считали, что есть у красных водорослей, а потом обнаружилась любопытная деталь, когда вылавливают красные водоросли, на поверхности сидят цианобактерии, когда выделяют хлорофилл, выделяют смесь хлорофиллов, цианобактерии плюс красные водоросли. Вот когда их удалось отделить друг от друга, оказалось, что хлорофилл D есть у ряда красных водорослей, сине-зеленых водорослей, цианобактерий, а у красных водорослей хлорофилла D нет. Хлорофилл E наиболее загадочный, то есть его вроде бы сначала опубликовали, что его выделили, толком охарактеризовать его не удалось, и как-то пока это открытие не подтверждено. Но зато открыли еще один хлорофилл, который оказался вполне себе честным, он есть у цианобактерий, это хлорофилл F. E букву оставили на тот случай, если все-таки удастся подтвердить, что хлорофилл E в природе существует. Но хлорофилл F пока на слайды не попал. Ну и бактерии, конечно, тоже экспериментировали и создали параллельный ряд бактериохлорофиллов. Они немножечко отличаются от хлорофиллов, ну там где-то вот в этом месте они отличаются от хлорофиллов, но в целом структура молекул очень похожа. Бактерии хлорофилла A, B, C и D. Ну и теперь посмотрим, что же может поглощать хлорофилл по сравнению с тем, что достигает поверхности Земли. Ну, первое и важное, если посмотреть на солнечный свет у поверхности, на самом деле он с преобладанием синих лучей. Синих лучей там больше всего. Почему же нам Солнце кажется тем не менее желтым? Дело в чувствительности наших фоторецепторов. То есть они получают смесь из красной части спектра, зеленой части спектра и голубой такую, которая кажется нашим рецептором желтой. Если мы возьмем и спросим пчелу, как она это видит, она увидит, что цвет Солнца гораздо более голубой, чем нам кажется. Это просто кажемость из-за особенностей нашего органа зрения. Но тем не менее, вы видите, что прозрачность атмосферы достаточно высока в этой части спектра, а в инфракрасной уже вмешиваются пары воды, углекислый газ, и инфракрасная область обрезается. Если мы посмотрим сюда, то в конце концов мы упремся в озоновый экран, который тоже отрежет ультрафиолет. Поэтому самая такая вот хорошая часть спектра для работы это видимая часть спектра. Ну, именно в ней это и поглощает хлорофилл. Вот хлорофилл А. У него есть пик в такой вот густо-синий и такой приближенный к фиолетовой части спектра. Тут плечо в фиолетовый, в синей части. Дальше идет так называемый зеленый провал и дальше максимум поглощения в красной области. Голубые лучи вполне пропускаются раствором хлорофилла А. Поэтому он кажется нам не просто зеленым, а синий-зеленым. В ней есть еще немножечко такого голубого спектра и наш глаз воспринимает его как синий-зеленый. У многих цианобактерий есть только хлорофилл А, поэтому они названы синий-зелеными водорослями. Это вот цвет хлорофилла А. Посмотрите, как поглощает хлорофилл В. Здесь уже синяя и голубая область. Дальше зеленый провал, он ближе к зеленой собственной области, зеленой части спектра. Дальше поглощает еще немножечко, не просто в красный, а чуть-чуть в оранжевый заходит. Оставшаяся вот эта вот смесь лучей производит впечатление такого салатово-зеленого цвета. Это объясняет, почему хлорофиллы разные на вид. Видно, что этот более яркий, с синим там, а этот более такой блеклый и бледный. Вот эти характеристики позволяют еще также оценить энергию. Если посмотреть, какова энергия солнечных лучей, оказывается, что с увеличением длины волны энергия падает. И, например, если бактерии используют бактерию хлорофилл для фотосинтеза, это уже в инфракрасной невидимой нам области. И там энергии маловато, она мало что может сделать. А вот в красной части спектра, там, где хлорофиллы поглощают, там можно сделать много за счет этой энергии. Ну и основные рабочие состояния, они связаны с вот этой вот красной частью спектра. Второй момент. Хлорофилл Б чуть-чуть более коротковолновый, чем хлорофилл А в красной части. Это означает, что хлорофилл Б может передать энергию хлорофиллу А, но не наоборот. У хлорофилла А маловато энергии. Поэтому хлорофилл Б, а также хлорофиллы С1, С2, Д и Ф называют вспомогательными пигментами фотосинтеза. Или дополнительными. Можно сказать, дополнительными. Хлорофиллы Б, С, Д и Ф они могут считаться дополнительными пигментами фотосинтеза. А в реакционном центре присутствует хлорофилл А. И он называется основным пигментом фотосинтеза. Вот он выполняет основную работу, а остальные ему помогают. Вот они дополнительные или там вспомогательные. Они несут так называемую антенную функцию. Позволяют собрать энергию и передать ее дальше. Вот эта вот кривуленка с двумя максимумами поглощения, она напрямую связана с тем, в каких может быть состояниях молекула хлорофила. Ну, если хлорофилл не возбужден, то он находится в основном синглентном состоянии. Все электроны находятся на довольно низких орбиталях, энергия их невысока, и вот это вот состояние такое спокойное и устойчивое. Если хлорофилл получает квант света из синей или из красной области, то электрон может подняться на более высокую орбиталь. Строение орбиталей таково, что если попадется зеленый квант, то там нет орбиталей на соответствующей высоте. И зеленый квант пролетит мимо, не будет поглощаться хлорофиллом. А вот синие и красные кванты могут перевести молекулу, перевести электроны на более высокие, более энергетичные орбитали. Вот это два состояния, S1 и S2, а звездочка будет обозначать возбуждение. Это возбужденное состояние. При определенных условиях образуется триплетное возбужденное состояние. Как оно образуется, мы сейчас посмотрим на схемки дальше. Вот эта схема показывает, допустим, здесь энергия, чем выше, тем больше энергии, как могут электроны переходить с одной орбитали на другую. Ну, допустим, попался квант света из красной части спектра, например, 680 мм. Электрон скакнул из орбитали S0 на более высокую орбиталь S1. Если попался синий квант света там в районе 430, то тогда электрон скакнет на более высокую орбиталь. Ну, понятно, что чем больше энергии, тем труднее ее удерживать. Вот это состояние живет очень мало, 10-12 секунды. Поэтому оно быстренько с высвечиванием тепла, выделением тепла переходит в S1 состояние. S1 состояние уже более живучее. Давайте посмотрим, во сколько раз более живучее. 10-9 это где-то примерно в тысячу раз более стабильное. Вот из этого состояния дальше молекула может вернуться в основное состояние несколькими разными способами. Ну, например, она может просто отдать квант света обратно. Поймала, подержала какое-то время квант света обратно. Это называется флюоресценция. Вот это циферка 1 флюоресценция. Может быть рассеяно в виде тепла. Это пунктирная стрелочка. Кванта света нет. Просто она потолкала окружающие молекулы и в конце концов они нагрелись. Это все рассеялось в виде тепла. Ну, или она может поучаствовать вместе с соседом в процессе миграции энергии. Если вовремя это состояние никуда не перешло, то с некоторой вероятностью отсюда можно спуститься в триплетное состояние. Триплетное оно немножко ниже по энергии и оно гораздо более живучее. Это 10 минус третий секунды. Плохо троечка перенеслась, к сожалению, 10 минус третий секунды. Ну, давайте оценим по сравнению со с первым оно во сколько раз более живучее? В миллион раз более устойчивое состояние. То есть здесь хлорофилл может зариснуть надолго. Ну, и дальше он может отпустить эту энергию в виде кванта света. Это называется фосфоресценция циферка 4. Или тоже рассеять в форме тепла. тепла. третья это в форме тепла. И вот это в форме тепла. Еще раз где третья. Вот третья. Вот это тепло. Пунктирная стрелочка это в виде тепла рассеяния. Ну, там и там просто немножко повышается температура. Фосфоресценция включается флюоресценцией. Флюоресценция это спускание света. Да. Ну, иногда фосфоресценцию называют замедленной флюоресценцией. Вот если вы дали такую массированную вспышку квантов генератором лазерным каким-либо, то флюоресценция наблюдается через 10 в минус девятой секунды. Дальше вы ждете в миллион раз дольше и начинается фосфоресценция. еще она отличается по энергии. У кого энергия излучения выше кванта света? У флюоресценции она выше. У фосфоресценции максимум испускания сдвинут в более инфракрасную часть. Вот этими двумя параметрами отличается флюоресценция от фосфоресценции. То есть казалось бы квант света да, ну вот он может как бы почти сразу и так сказать очень опослягодно сделать. Вот так вот происходят переходы энергии внутри молекулы хлорофила. Если молекула хлорофила одна. Ну представим себе что у нее на самом деле есть какой-нибудь сосед. И вот здесь можно уже сыграть в хитрую игру. Не превращать энергию в тепло и не выпускать ее в форме кванта света, а передать энергию возбуждения соседу. Ну например если хлорофилл В в возбужденном состоянии, а рядом хлорофилл А не возбужденный, то конечно же возбуждение может перекинуться на хлорофилл А. Хлорофилл А возбуждается, хлорофилл В успокаивается. Обратная передача энергии невозможна, потому что мы уже разбирали, да, хлорофилл В обладает больше энергии в красной части спектра, чем хлорофилл А. Это обеспечивает направленную передачу от В к А, но не наоборот. То есть энергия уменьшается при передаче? Энергия немножко уменьшается и немножко тепла рассеивается. Хлорофиллы А тоже могут отдавать ее друг другу. При этом тоже происходит небольшое понижение энергии, поскольку хлорофиллы А бывают в разных так называемых нативных формах. Это мы поглядим на следующих слайдах, почему так происходит. Хлорофилл А может отдать хлорофиллу А, пока для нас это важно. Если хлорофилл перешел в триплетное состояние, он может передать энергию кислороду. И кислород перейдет в возбужденное синглетное состояние. Это так называемый синглетный кислород. Ну интересно, хорошо это или плохо, если кислород возбудился? Наверное, плохо. Он превращается в сильный окислитель и может со всех остальных молекул электроны забирать. Обратите внимание, что с помощью обычного солнечного света кислород возбудить нельзя. Вот если мы посветим на пробивку с воздухом красным светом, то кислород не перейдет в возбужденное состояние. Это газ, который прозрачен в видимой части спектра. Чтобы его возбудить, надо ультрафиолетом засветить хорошо, тогда он, наверное, возбудится. Хлорофилл помогает понизить вот эту энергию, которая возбуждает кислород. Понятно, да? И это очень опасно. То есть, если просто нанести, как-то ввести под кожу животному хлорофилл и выставить его на солнышко, на красный свет, то могут возникнуть ожоги. Из-за того, что этот хлорофилл будет реагировать с кислородом, кислород будет разрушать клетки вокруг и может возникнуть такой эффект фотосенсибилизации. Это предлагают использовать для того, чтобы бороться с разнообразными опухолями. Допустим, в липидную каплю каким-то образом зашивается хлорофилл и дальше эта липидная капля за счет антикел направляется в определенные клетки, те, которые содержат определенные антигены поверхности. Когда все это налипло, можно светить красным светом. Оказывается, наш организм довольно прозрачен для красных лучей, но в этом легко убедиться, если вы смотрите на руку через лампочку. Смотрите и просвечивает красным. Вот красное излучение, оно довольно хорошо проникает через кожу, достигнет хлорофила, возбудит его, дальше он сыграет в эту игру с кислородом и те клетки, на которых налип хлорофилл, они будут уничтожены. Как еще процесс называется? Фотосенсибилизация, повышение чувствительности к свету. Сенсибилиз это чувствительный, фотосвет. Фотосенсибилизация, повышение чувствительности к свету. Ну и всем девушкам надо иметь в виду, что если написано очень хвостливо, что вот в наш крем входит хлорофилл, что с этим надо быть осторожной. Да. Там, может быть, он, конечно, и питает кожу, но вот сам хлорофилл, сам по себе, да, он может вызывать вот такой вот неожиданный эффект. Хотя его в рекламных целях часто добавляют в разные места. Понятно, да? Ну и, конечно, само растение, поскольку оно очень насыщено хлорофиллом, вот эти миллиграммы, тем не менее, это довольно много для растений, в нем образуется громадное количество синглетного кислорода. И оно вынуждено все время с ним бороться, чтобы как-то выжить. Так, ну что, дальше листаем. Вот то, что я вам показывал в графике поглощения, да, это поглощение раствора хлорофила. А если мы посмотрим, как он в клетке себя ведет, окажется, что у него много максимумов поглощения в зависимости от того, в каком белковом окружении он находится. Окружающие аминокислоты кто-то подкачивает электронную плотность, кто-то снимает с него электронную плотность, оттягивает на себя. И получается, что у хлорофила максимум поглощения плавает. Вот то, как он в клетке сидит, это называется нативная форма хлорофила. Нативная это такая, как в природе, природная. Обычно исследователь, конечно, имеет дело не с природными формами, а с экстрактом, когда хлорофил в непривычном окружении в виде раствора. Ну, выделяют до десятка разных нативных форм хлорофила. один, два, три, вот каких-то много, каких-то мало, каких-то совсем почти нет. Ну, вот они в целом складываются в интегральный спектр листа и получаются вот такие вот какие-то зубчики и пики. И получается так, что хлорофилл А может передать другому нативному хлорофиллу А, но в определенном направлении. От более энергетичной к менее энергетичной нативной форме. Хлорофилл А одинаковый в растворе в растворе, а внутри белка он оказывается разным. Это обеспечит направленную подачу энергии. Так, ну-ка я чуть-чуть приостановлюсь. Давайте мы покажем этот процесс миграции энергии, а потом вернемся сюда. Ну, как это себе можно представить? Вот некоторый белок, в котором произошло возбуждение хлорофилла В. Вот так происходит миграция энергии. Красное это возбужденное состояние, а зеленое это невозбужденное. И вот эти нативные формы передают друг другу это возбуждение до тех пор, пока оно не достигнет реакционного центра. Именно в реакционном центре эта энергия возбуждения пойдет на передачу электрона дальше по электрон-транспортной цепи. Ну, и нативная форма хлорофилла, если посмотреть по расстоянию от реакционного центра с одной стороны, а с другой стороны по энергии расположены специфическим образом. На периферии самые-самые энергетичные и самые далекие от реакционного центра хлорофилла. И чем ближе, тем меньше энергии и меньше таких молекул. пигмент. и в конце концов, самое последнее это фигмент, ну, здесь он латинской буквой П обозначен, P700 или P680, который будет уже самым последним получателем порции энергии. Вот такую схему называют энергетической воронкой. Она позволяет от многих хлорофиллов передать самому низкоэнергетичному с одной стороны, а с другой стороны подать в строго определенное место в пространстве. Эта задача нетривиальная. Энергию возбуждения передать строго определенное место, чтобы она не рассеялась по дороге. Так, ну, давайте мы на этом, может быть, сделаем перерывчик. Надо вам перерывчик сделать, чтобы развеется? А дальше уже вернемся к пластидам. В презентации вот все, что вы записали и посмотрели, это важно. все, что в голове было ваше. То, что на флешке, это уже не ваше. Это уже будет забыто. Поэтому презент А. Куда уж что-то. Вот у вас еще и есть камера, будет интернет-мещание. Нет. 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 Вот это вот схема на физической лаванке. Вот это вот. Сердце выбирающий комплекс, неподвижная антенна, высунутся антенны. Ну, а что там? Все просто. Просто вот, вот. Продолжение следует... 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 А также капсоксантин и капсорубин. Они не имеют отношения к провитамину А, поскольку здесь кольца совершенно не годятся для переработки в рекиналь. Но зато они очень ярко окрашены. Поэтому их используют для подкрашивания пищи. В кодировке европейского стандарта красители начинаются с циферки единичка, и первая сотня предназначена для красителей. Вот сумма каротиноидов капсоксантина и капсорубина называется Е160С. А вот, например, ликопин Е160Д. Виолоксантин Е161Е. Ну, чтобы вы понимали, что под цифрой Е кроются самые разнообразные вещи. Какие-то более-менее природные, а какие-то могут оказаться очень синтетическими. Ну, вот пример того, как Е это вполне природное вещество, которое добавляют в пищу для подкрашивания в яркий, красный или там желтый цвет. Вот их используют в пищевой промышленности под символами Е, самыми разнообразными. Ликопласты. Ликопласты заточены на разнообразные биосинтезы. Об одном из типов биосинтезов мы говорили. Это синтез кутикулы, высокоподобных веществ, который начинается с жирных кислот. Сначала жирные кислоты длинные, потом жирные спирты, потом получаются эфиры, потом эта клетка все их скорректирует наружу. Однако, кроме этого, в ликопластах могут производиться другие вещества, например, натуральный каучук и гуттаперча. Вот здесь перед вами добыча натурального каучука. Там есть млечники довольно длинные. В млечниках сидят ликопласты, и ликопласты занимаются биосинтезом вот этого каучука в виде капелек. Ну, у нас в стране когда-то каучука не хватало, и выращивали такой вот, похожий на одуванчик, вид скоррцанеры, или там козлобородника, назывался коксагыс. И были целые плантации, и из них советское государство делало шины для самолетов. Это была очень важная отрасль. Гивея, она вся, гивея принадлежала капиталистическим странам, и они в Советский Союз не экспортировали каучук в достаточном количестве. Вот это был такой заменитель. Ну, и в конце концов, все привело к тому, что в России был открыт процесс получения искусственного каучука. Ну, те не парились, у них все время гивея была в большом количестве, а вот наши, поскольку им было очень сложно с этими корнями, да, ну и в корнях одуванчиках тоже есть немножечко натурального каучука, только он плохого качества. Это всякий знает, кто полол одуванчики, его потом трудно счистить. Лейкопласты занимаются синтезом эфирных масел. В состав эфирных масел входят, ну, вот такие вот соединения. С10 соединения, ну, например, с ОАЖ-группой. Например, в состав эфирного масла гераний входят гераниол. Спирт, добытый из герани. Это летучее вещество, которое придает специфический запах. Ну, многие могут подумать, что запах пеларгонии не очень приятный и как-то не очень в нем чего хорошего есть. На самом деле оказывается, что гераниол содержится, например, в лепестках розы. И это основной компонент розового масла. В лепестках тоже есть лейкопласты в определенных клетках. И эти лейкопласты производят эфирное масло. Вот перед вами знаменитая казамлыкская роза, из которой делают розовое масло. И дальше пускают для нужд парфюмерии. Вот там тоже синтез этого эфирного масла, он начинается в лейкопластах. Ну, другие варианты. Вот амилопласт. В нем такие белые крупные крахмальные гранулы, которые электронно-прозрачные. Поэтому вот они, получается, белые. Ну, и немножечко стромы в таких вот амилопластах. Здесь вот какие-то рибосомы собранные, РДНК, там собраны эти органеллы. Вот это вот амилопласт. Иногда пластида используется как запас железа. Вот здесь вот выпавший белок ферритин, фитоферритин, который запасает железо. И лейкопласты могут использоваться для запасания железа. А вот так выглядит этиопласт. Мембрана складывается необычным образом. Мы привыкли, что мембрана должна быть в виде визикул, пузыречков каких-то там и так далее. Мембрана складывается в квазикристаллическую структуру. Вот из таких вот деталек. Ну, и здесь, естественно, эти полости сообщаются. И получается вот это проламиллярное тело. Дело в том, что липидов надо очень много для хлоропластов. Их синтезировать будет некогда, когда растения вынесут на свет. Поэтому вот как только оно получает свет, мембраны разбираются из квазикристаллической структуры и вытягиваются в виде таких вот длинных телокоидов. Это вот уже пошел процесс позеленения. Проламиллярное тело разбирается, и этиопласт на пути к хлоропласту. То есть в нем просто собрано много-много липидов для построения хлоропласта. Ну, каковы же функции пластид? С одной стороны, фотосинтез и хлоропласт – это вот такая основная функция, которая позволяет пожить растению, и все эту функцию знают. Тем не менее, в пластидах начинается синтез всех жирных кислот у растений. То есть, если убрать пластину, то клетка останется без липидов для мембраны. Потому что биосинтез все равно должен начинаться в пластидах. Многие аминокислоты тоже синтезируются. Если уберем, то клетка останется без белков в клетке. Синтез оснований ДНК, РНК и некоторых жизненно важных гормонов растений. Ну, имеется в виду высшее растение, конечно же. Минеральное питание, связанное с азотом и серой, тоже связано с пластидами. В них происходят этапы восстановления азота и серы, вполне определенные. Крахмал образуется только внутри амилопластов и хлоропластов. Если нет пластид, то, соответственно, крахмала тоже не будет. Ну и, наконец, надо кого-нибудь привлечь запахом или цветом. Для этого нужны хромопласты, лейкопласты и так далее. При деятельности пластид в них возникает много очень ядовитых и необычных веществ. Ну, можно сравнить хлоропласт с таким вот химическим заводом, на котором выпускается масса разнообразной химической продукции. Ну, понятное дело, что если будет выброс какой-нибудь из хлоропласта в клетку, то она может погибнуть. Поэтому пластиды можно назвать фабрикой горячих и вредных производств. Ну, что там может быть горячего? Там может быть активный кислород, синглетный кислород и другие формы перекиси водорода может образоваться. Может образоваться аммиак, сероводород и другие соединения. Некоторые органические ядовитые вещества и так далее. То есть это вот такая химическая фабрика многоцелевого назначения, которая обеспечивает растительную клетку всем. Даже если растение откажется от функции фотосинтеза, как вот это, например, подъельник, это вот такое растение, это средние полосы, которое лишено хлоропила. Оно отказалось от функции фотосинтеза. Оно помнит о том, что надо делать все остальное, жирные кислоты, аминокислоты, минералы как-то перерабатывать, запасать крахмал и так далее. Все это невозможно без пластид, поэтому пластиды все равно сохраняются. Пластидный аппарат все равно есть. Вот теперь буду листать. Вот поскольку я говорил о том, что многие вещества синтезируются в пластидах, интересно показать, какие же. Хлорофил там синтезируется, и вот этот вот фитольный хвост, это вот один из эзотриноидов. Из гормонов абсцизовая кислота, гиберелин синтезируется внутри хлоропластов. Ну, начальные этапы биосинтеза брасиностероидов происходят там же. Ну, если мы рассмотрим, сколько клетка тратит на поддержание этого завода, то окажется, что достаточно много. Чего вы так улыбаетесь? Не успели записать. А вы там не успели записать. Всех. Да, все успели. Вот эти три группы гормонов начинают свой биосинтез внутри хлоропласта. Начинают. И продолжаться он может где-то в других частях клетки, но, по крайней мере, если это убрать, то гормональная система сильно нарушит свою работу. Все, переписали всех? Ну, поехали дальше. Вот, чтобы поддерживать эту самую фабрику горячих и вредных производств, оказывается, нужны большие капиталовложения. Чтобы построить хлоропласт, нужно сделать большие затраты. Ну, например, у высших растений порядка 60%, у водорослей порядка 80% белка содержится в хлоропласте. Остальное на цитоплазму, ядро, там все остальные органеллы, которые кажутся нам важными. На самом деле, хлоропласты занимают, ну, хорошо, если процентов 5 от объема клетки у высших растений. В этих 5% объема сосредоточено 60% белка. Представили, да? 80% это у тех, у кого хроматофор крупный, и там приходится больше. Это у водорослей может быть. А у высших растений 60% где-то примерно. Серьезно? Да. А вот вопрос. У вас больше разных видов этих белков из 60%? Просто может быть там один какой-нибудь... Вот про один какой-нибудь мы поговорим попозже, да. Это будет впереди, почему так много. Хорошо. Остальных немного надо, а вот одного надо, ну, очень много, и поэтому... А? Структурный белок? Не структурный. Ну, а не будем забегать вперед. Вот со структурной точки зрения очень важны жиры, да. До 70% липидов находятся вот в этих вот плотно уложенных мембранах телокоидов. А на остальную часть клетки, там на мембрану наружную, мембрану там ЭПР, мембрану там вакуоли, ядерную, на все это всего лишь 20% липидов. А основные липиды внутри, вот она жирная и очень такая белковая, очень напитанная, упитанная штука. Даже плазмолема? Даже плазмолема, она берет на себя мало строительных материалов. Потому что вот здесь липиды упакованы плотно-плотно, вот так лепешками утрамбованы прям вот, вот очень плотно. Крахмал может синтезироваться только в пластиде, железо накапливается в пластиде, марганец и многие другие элементы. То есть оказывается, что делает клетка? Она вынуждена брать элементы минерального питания и все сгонять в хлоропласт. Ну почти все. Совсем немного оставляя себе. А большая часть идет на нужды производства, на нужды фотосинга. Вот таким образом клетка поглощает из внешней среды правдами и неправдами элементы питания. Передает львиную долю в пластиду, чтобы она обеспечила фотосинтезом. Пластина получает углекислый газ, энергию света, осуществляет фотосинтез и получается сахарофосфат. Ну, в формуле фотосинтеза уравнений мы видели просто сахар, а на самом деле получается сахарофосфаты. И дальше сахарофосфаты, от них отчекрыживается фосфат и они превращаются в крахмал. Это углевод для пластиды. Это для нее любимый. Ну, казалось бы, а вот вас кормили элементами минерального питания, надо бы что-то отдать наружу. Оказывается, что здесь прямой натуробмен достаточно циничный. Если клетка добыла фосфат, то ей дадут сахарофосфат в обмен. Если голодание по фосфату во внешней среде нет фосфата, то пластина все оставляет себе. Говорит, ребят, ну, без фосфора не дадим. Такой вроде бы симбион, но нагловатый, что вот заставляет хозяина работать на себя. А что делать с этой мероприятий без этого сахарофосфата? Как оно вообще? Чего? Ну, то есть, в каждую перейдают сахарофосфат, а как она еще может получать? Ну, из пластиды очень мало как. Больше ничего получить из пластиды нельзя. Мы это посмотрим ниже. Она очень мало отдает наружу. Ну, какие-то там аминокислоты может отдать, тоже в обмен на кетокислоты, еще там что-то такое. Ну, только в обмен. Вот как бы прямо вот так, чтобы открыла ворота и бери кто что хочет. Это у нее нет. Она говорит, вот вы из цитоплазмы мне вот это, а я вам тогда так и выкиси свой продукт. Какая же высподеливая? А? Чего? Это мы посмотрим ниже, да. Мы со всем встретимся. Это пока у нас общий такой обриз процесса, чтобы мы представляли, как это в общем и целом выглядит. Нет, мы прощелкаем, это нам неинтересно. И перейдем уже совсем близко к организации световой фазы фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза происходит на мембранах телокоидов. Вот это вот телокоиды, такие вот пузыречки, плотно уложенные на друга. И вот эта вот структура из плотно уложенных телокоидов называется грана. Это так называемые гранальные телокоиды. Есть еще стромальные телокоиды, те, которые выходят в строму и имеют такую большую поверхность контакта со стромой. Вот, например, стромальные телокоиды. Ну и строма, это вот эта вот зернистая такая вот структура. Там рибосомы плавают, синтез белка происходит. Вот там сосредоточен в основном белок. Ну, могут быть капли каротиноидов, каких-то липидов, накоплений белков, там железа и так далее. Что-то такое может быть постороннее. Но световая фаза, она связана обязательно с телокоидами. Ну и более того, у телокоидов есть две поверхности. Одна из них это место стекинга, там, где один телокоид налегает на другой. Мембраны в очень плотном контакте. Это характерно для растений и водорослей с хлорофиллом В. Есть прямая корреляция. Есть хлорофилл В, есть граны. Нет хлорофилла В, а там он заменен на фикабелин или там на хлорофилл С, то тогда гран тоже не будет. Вот сборка гран и наличие хлорофилла В это скоррелированные события. Без гран-то? Да легко. Ну теперь сделаем вот как. Мы отодвинем мембрану телокоида одного от другого и посмотрим, заглянем, как же с поверхности все видно. Ну вот эти вот головочки это гидрофильная часть мембраны, это липиды мембраны, в которых плавают белковые комплексы. Ну и здесь много показано. То, что покрашено зеленым, содержит много хлорофилла. Эти комплексы могут отсоединяться, пристыковываться плотно. Видите, иногда там липиды внедряются, иногда они плотно состыкованы. И в конце концов они контактируют с антенным комплексом. Вот это вот неподвижная антенна. Эти белки никогда не отклеиваются от фотосистем. А дальше идут комплексы фотосистем. Ну и есть самый центр, состоящий из белков Д1 и Д2. Вот все, что обслуживает фотосистема, вот так вот плавает при ней в мембране, называется фотосинтетическая единица. Фотосистема 1 тоже обслуживается. У нее есть свои антенные комплексы. Она так покрупнее, немножко другой формы. И к ней могут пристыковываться тоже светособирающие комплексы. Могут отстыковываться. То есть есть подвижные светособирающие комплексы и неподвижная антенна. Это вот фотосинтетическая единица, обслуживающая фотосистему 1. Ну, в обслуге, на самом деле, основные хлорофилы и расположены. Примерно на 200-300 хлорофилов приходится один хлорофил реакционного центра. То есть один работает, а 200-300 ему помогают. Так, еще раз вот эту картиночку. Вот представьте себе, что вот этот белок мы смотрим в рентгеноструктурном анализе. И дальше воссоздаем структуру. Ну, в рентгене будут видны какие-то кости, какие-то затемненные части, контуры, детали там и так далее. Видите, он состоит из трех таких вот частичек, из трех белков в составе три мера. Вот раз, два и три. Это мы просветили белок рентгеноструктурно. И вот здесь, вот видите, такая точечка и такое вот кольцо вокруг. Что это такое на ваш вкус? Это хлорофил. Видите, как много хлорофила. Именно в светособирающих комплексах сосредоточен хлорофил В. Это вид отдельной такой субединички. Рентгена такая структурная реконструкция и вид сбоку. Вот здесь как бы мембрана идет, дальше. Здесь какие-то другие такие же белки присоединены. И вот многочисленные хлорофилы. А вот эти вот рыженькие длинные с колечками по хвостам, это будут каротиноиды. Каротиноиды тоже входят в состав. Но если приглядеться, вот каротиноид лежит, например, вот каротиноид лежит, вот каротиноид вытарчивает и так далее. Вот так вот устроен светособирающий комплекс. Ну, опять-таки, если смотреть более научно и более подробно, там была такая вот очень условная схемка, а это вид сверху. Еще раз отлистаю вот сюда. Вот это вот мы рассматриваем плашмя. Вот развернули картинку и рассматриваем сверху в деталях. Вот какие здесь детали. Вот эти три меры, это мы их узнаем уже, это светособирающие комплексы. С одной стороны, с другой стороны. Вот эти вот белки зелененькие с хлорофилами внутри, вот здесь хлорофилы напиханы, это белки чего? Антенных комплексов. И в серединке, вот D1, D2 и где-то внутри вот здесь запрятан реакционный центр. Тоже D1, D2, а здесь внутри запрятан реакционный центр. Тоже он такой зелененький, видно, да, зелененькая просвечивает в глубине белка. Ну и интересная вот такая вот деталька есть, боковая субъединичка PSB-Z, фотосистема 2, субъединица Z. Она содержит каротиноиды. Вот это и вот это. Причем она не просто содержит каротиноиды, а может обмениваться с мембраной. Схватит каротиноид, подержит какое-то время, выпустит. Схватит первый попавшийся, подержит, выпустит. То есть она способна к обмену каротиноидами с мембраной. Ну, спрашивается, зачем это нужно? Оказывается, что в мембране может происходить окисление каротиноидов. Вот это неокисленная форма. Там есть всего 2 OH-группы по краям. А сейчас я пару раз щелкну, она превратится в дважды окисленную. Один раз щелкну, в одном кольце проявится кислород, второй раз в другом кольце, и кольца развернутся относительно исходной плоскости. Возможен и обратный процесс. То есть можно удалять и получать восстановленную. То есть, на самом деле, мембрана гоняет в ту или в другую сторону вот эти каротиноиды. Названия сделаны так, чтобы никто не понял, о чем идет речь. То есть, каждое следующее название, оно не похоже на предыдущее, но смысл я вам рассказал. Зеоксантин – это самая восстановленная форма, виолоксантин – самая окисленная форма, и между ними антероксантин. Можно гонять туда и обратно. В сторону виолоксантина, в сторону зеоксантина. Это называется виолоксантиновый цикл. То есть, можно туда, можно обратно. Зачем он нужен? Вот эта субединичка Z, которая сидит, она хватает кого-нибудь из мембраны, и, допустим, у нас под рукой оказался виолоксантин. Да? Вот она схватила и держит виолоксантин. Каротиноиды тоже поглощают свет и могут служить как дополнительные пигменты фотосинтеза. Вот виолоксантин как раз и выполняет такую роль. Энергия виолоксантина выше, чем хлорофила. Поэтому виолоксантин, когда поймает свет, он может еще дать от себя возбуждение к реакционному центру. Ну вот она выпустила виолоксантин, а в клетке что-то произошло, виолоксантина в мембране стало мало. Появилось много зеоксантина, восстановленной формы. Вот она схватила, а это уже зеоксантин оказался. Ну что происходит? А здесь происходит другой процесс. От хлорофила фонтенны возбуждение может уходить на зеоксантин. Как вы думаете, зачем такая система нужна? То бы с помощью этой молекулы... А? Чтобы не переверелось. Чтобы не то, что не переверелось, а для того, чтобы не было избыточной энергии возбуждения. Если световой поток резко возрастает, то тогда у нас появится в системе кто? Да не кислород. Если резко возрастает поток света, то тогда должен появиться зеоксантин, чтобы часть этого потока увести из системы рассеять в виде тепла. И если поток слабенький или поток ослабел, то в системе должен появиться виолоксантин. Для того, чтобы подбавить света в систему, его не хватает. Это позволяет достаточно тонко, но в течение минут отрегулировать световой поток. То есть эти каротиноиды очень быстро окисляются, быстро восстанавливаются. И уровень диоксантин на диоксантин, он быстро меняется. Это позволяет подать нужное количество возбуждения по этой системе. Ну это мы немножечко, ну может немножко рассмотрим, да, кто такие каротиноиды. Ну каротиноиды начинают биосинтез с построения одной длинной цепочки, в которой двойные и одинарные связи чередуются. Видите, потихонечку по мере биосинтеза нарастает количество двойных одинарных связей, сопряженных вместе. Дальше они довольно длинные и в конце концов хвостик циклизуется с одной и с другой стороны. Получается бета-каротин. Из него получается зиоксантин. Обратите внимание, что получается. Вот это вот в Эшерихе и Коле внедрили гены, соответствующие определенным этапам биосинтеза каротиноидов. Если внедрить только раннее, то Шерихе и Коле будет блекленькой, да. Дальше фитоген это вот этот вот этап, маленькая система сопряжения, пока ничего нет. Фитофлюен тоже ничего нет вот на этом уровне. Если это уже зета-каротин, видите, наросла система двойных связей, то тогда появляется слабенькая окрасочка. Еще пока не очень хорошая. Дальше еще нейроспорен еще поярче. Самый яркий ликопин. Вот он так выглядит. Это пигмент, прокрашивающий перец и томаты. Плоды в яркий красный цвет. Ну и наконец, бета-каротин. Это вот такой морковочный цвет. Изиоксантин на него похож. Вот так происходит биосинтез каротинов и каротиноидов. Вот это вот уже ксантофил. При этом происходит изменение окраски. Поэтому вот любая химическая модификация изменяет окраску и изменяет энергию поглощаемого света. Ну, у каротиноидов есть много функций, о которых мы с вами частично поговорили. С одной стороны, это антенная функция, которая позволяет улавливать свет длиной 400-500 мм. С другой стороны, они структурируют светособирающие комплексы. С третьей стороны, они защищают от избытка света. Это мы с вами рассмотрели на примере биолог-ксантинового цикла. Это называется фотопротекторная функция. Ну и защита от ультрафиолета и высоких интенсивностей света. Вот циферками 1 и 3 показаны синглетное и триплетное состояние хлорофила. Мы, наверное, помним, чем триплетное опасно. Да? Каротиноид может разрядить триплетное состояние и перевести его в спокойное, невозбужденное состояние. Если образовался синглетный кислород, вот он, то каротиноид может снять возбуждение на себя. Ну и, наконец, если кого-то окислили, отобрали у него чего-то, каротиноид может забрать на себя порцию возбуждения или восстановить это соединение. И, таким образом, каротиноид выполняет функцию борьбы с кислородом и окислением в клетке. Это мощный антиоксидант. То же самое, как с H2O2. Ну, распределись у здоровья, что он не должен распадаться на путь, да? Да. Вот этот кислород тоже должен куда-то уходить. Поэтому весь аппарат фотосинтеза напичкан каротиноидами. Нельзя без них обойтись, в принципе. Если убирают каротиноиды в результате мутации, то тогда надо растение освещать слабым-слабым светом, чтобы не сдохло. Если дать мощный поток, то тогда образуется активный кислород, каротиноиды не защищают от этого, и всё разваливается. Ну, теперь мы подходим к центральному месту разделению зарядов в процессе фотосинтеза. Вот обратите внимание, хлорофилл написан дважды. Это означает, что есть две молекулы хлорофила А, которые вместе формируют пигментный комплекс. Пигмент 680. И как мы помним, на него собиралось возбуждение. Вот эта звёздочка, это возбуждение. Он окружён двумя специальными молекулами, первичным акцептором электрона и первичным донором электрона. На первом этапе возбуждённый хлорофилл отдаёт электрон, акцептор получает отрицательный заряд, а здесь возникает электронная дырка положительная. Хлорофилл становится положительным. Вот в этом положительном состоянии он готов электроны забрать у кого угодно. Ну и, конечно же, у донора, который расположен рядом. Дырка смещается на донора, а отрицательный заряд на акцепторе. Хлорофилл пришёл в прежнее состояние, может ещё раз сработать. Дальше дырка потихонечку заполняется слева, а акцептор удаляет электрон по электрон транспортной цепи дальше. И получается, что вся система работает в цикле. То есть вот отсюда переходит в возбуждённое состояние, отдаёт электрон, заполняет электронную вакансию. Возбуждается, отдаёт электрон, заполняет электронную вакансию. Вот такой вот цикл работы характерен для любого реакционного центра. Ну, в частности, для P680. Это вот, как мы помним, две молекулы хлорофила. Ну, и таким образом, хлорофилл является той самой машиной, которая приводит в движение электроны. Они попадают на акцептор, а потом разбираются у донора. И работает, заводится электрон-транспортная цепь. Таким образом. Ну, это то же самое, что на предыдущем слайде, только словами. Если расположить в поле энергии, что происходит, то P680 в невозбуждённом состоянии по энергии низкий. Дальше он получает квант света, у него резко возрастает энергия. Видите, он со звёздочкой. Благодаря этой энергии он может отдать электрон соседним каким-то молекулам. Электрон дальше спускается по электрон-транспортной цепи до пигмента 700. Он тоже при возбуждении получает энергию. И дальше электрон спускается по электрон-транспортной цепи до надфосфата восстановленного. Электронная дырка затыкается электронами от воды. Вот если эту схему развернуть вот так вот, то она будет напоминать букву Z. Называется она Z-схема фотосинтеза. Переносчики расположены по потенциалу энергии. Ну это мы разберём дальше. Нам важно понять общую схему. Вот на этой схеме показано, почему же нужно две фотосистемы и так сложно. Нельзя ли одну поставить, пусть она электронно качает, может этого хватит. Оказывается нет. Между водой и надфаш большой перепад высоты. Большой перепад по энергии. Представьте себе, что у нас есть атлеты. Это кванты света. Ну в красной части спектра. Они не очень энергетичны. И они не могут очень высоко подкинуть электрон. Ну допустим метров на 7. А нам надо преодолеть стену 10-ти метровой высоты, чтобы от воды попасть к вот этому надфаш. Ну как делать? Возьмём два атлета. Одного поставим на землю. Пусть он как бы от воды отрывает там этот электрон. А второго поставим на помост. Ну например метра на 4 повыше. И тогда дело в шляпе. Вот они два раза стукнут. Сначала электрон попадёт на промежуточного вот этого атлета. А дальше перекинется через энергетический барьер, попадёт в корзинку. Понятно, да? Именно поэтому фотосистем две. Они не могут одна обеспечить сразу весь скачок энергии. От воды до надфаш. Вот здесь происходит разложение воды. Ну или правильнее назвать его фотоокислением воды. И образуется побочный продукт кислород при отнимании электрона. Здесь вот такая вертушечка показана. Она позволяет ещё дополнительно перенести протоны через мембрану и совершить полезную работу. Здесь запасание энергии АТФ. И вот в такой форме, в виде корзины, в которой накапливаются электроны, можно представить восстановитель. Надфосфат восстановленный. Но если у хемосинтетиков только одна система, как это одна система? Если это хемосинтетик, он не работает с водой и не выделяет кислород. Например, от железа двухвалентного докинуть до надфаш проще, чем оторвать электрон у воды и дальше закинуть до надфаш. Если это сероводород, то это другое вещество. От него легче забрать электроны и добросить до надфаш, чем если вы начинаете с воды. Вода очень неохотно отдаёт свои электроны. А хемосинтетики используют вещества, которые поближе к надфаш. И это позволяет им использовать этот процесс. Это не совсем хемосинтез, да? Это фотосинтез, но без образования кислорода. Он бывает у пурпурных серных и у пурпурных несерных бактерий. А хемосинтез не выгодный или еще изменивает? Ну почему он выгодный? Просто для этого надо, чтобы сероводород всё время был. А он не очень распространённое вещество, по крайней мере, вот тут у нас в кислородной зоне. Там может быть в глубинах распространённое, но там со светом плохо. И дальше возникают дилеммы. Да, он очень хорош, пожалуйста, им пользовались спокойно, там сколько там, 4 миллиарда лет назад, очень широко. А сейчас есть считанные места, где могут они выжить. Потому что сероводород постоянно поступает в очень ограниченном числе мест. Иначе бы в жизни она скопилась вокруг этих источников сероводорода. А так она распространилась широко, там, где есть вода. Вот вода – это очень неприятный агент, который даёт кислород и плохо даёт электроны. Но она хороша тем, что она есть везде. Её очень много. И это вот то, что способствовало распространению вот такого вот типа фотосинтеза. Ещё раз, вот то, что мы рассматриваем, это для фотосинтеза с образованием кислорода. Ну и восстановитель пойдёт на какие-то полезные процессы. Ну, например, на восстановление углекислого газа, нитритов и прочих соединений. Ну, теперь посмотрим, как осуществляется транспорт электронов в этой системе. Здесь уже не в поле потенциала, а в мембране показаны белковые комплексы. Видите, липиды тут какие-то с головками, какими-то жирными хвостами. Белковые комплексы. Смотрим мы на них теперь не сверху, а в сечении, да? Как будто мы рассекли мембрану. Кто-то попал в плоскость сечения, кто-то не попал. И вот такая вот условная схема. Вот это у нас что такое? Свет. Планты света. А это вот путь электрона, который начинается от воды, дальше через ряд носителей доходит до нацфосфатовосстановленного. Видно, да? Вот в этом месте, вот эта вертушечка, которая позволяет перенести протоны на другую сторону мембраны. Так называемый путь цикла. Такой путь от воды до нацфосфатовосстановленного называется нециклическим транспортом. Транспорт не завязан в циклу. В итоге запасается АТФ, запасается восстановитель и образуется побочный продукт, кислород. Так, ну что, дальше что-то, да? Это идет на восстановление. Большая-большая схема фотосистемы 1. Дуки D1, D2. Это вот такие три большие штуки. Это что должно так символизировать? Три большие зеленые штуки. Светособирающий комплекс. Много зеленых овальчиков вокруг. Это антенна. Вот здесь вот в центре реакционный центр. И смотрите, как идут электроны. На самом деле они идут через один из белковых тирозинов, тирозин Z. А он забирает электроны у марганца. И вот те, кто спрашивал, да, что же там между водой и P680. Там марганец в виде буквы M и тирозин Z, или буква T, или буква Y. В Т по-русски Y это вот стандартный код аминокислот. Такое выключается. Ну и вода отдает сначала марганцу это все, потом передает на тирозин и на P680. Ну дальше электроны кипут внутри фотосистемы на феофитин. Еще ряд носителей. И в конце концов оказываются в мембране. Вот здесь показан циклический путь розовыми стрелочками, который бывает при высоких интенсивистских светах. Обычно это все утекает в мембрану и идет дальше. А вот так устроена фотосистема 1. Белки А и Б. Вот вы помните, там она вытарчивала из мембраны, да, такой гребень был. Здесь это белки Д и Е. Вот эти зелененькие, это антеннные комплексы, а свет собирающий не показан. Получается электрон от пласта цианина. Вот он кормит этот С700, у которого дырка электронная. И дальше это все расходится. Первичный акцептор, акцептор 1 и железо-серные белки. Х, А, Б и феридоксин. Это все содержит железо и серу. Но если посмотреть, где и что локализовано, то окажется, что фотосистема 2, вот она здесь синеньким обозначена, она где локализована, так приглядимся? В местах контакта телокоидов. Чем больше гран, тем больше фотосистемы 2. Давайте посмотрим фотосистема 1, зелененькая, где расположена. Она, наоборот, там, где нет контакта с телокоидом, на свободной стромальной поверхности. Ну и здесь есть какие-то остальные части. Таким образом, вот эта вот структура гранальная связана не просто с хлорофилом B, а с тем, что там работает фотосистема 2. Если бы она не работала, то они бы и не собрались в эти граны. Иногда растение попадает в неблагоприятные условия. Например, наступает засуха. Засуха – это много света и мало воды. Не облачко, солнце полит, и воды не хватает. Ну, что надо делать? Надо бороться, надо закрыть устицу и не допустить потери воды, иначе высохнешь, да? Ну и, как сказал один ученый, растение балансирует между гибелью от жажды и гибелью от голода. Почему такая метафора? Если мы откроем устицу, то тогда будет поступать углекислый газ, и вроде бы мы накормим, но тогда погибнем от жажды. А если мы закроем устицу, то от жажды мы не погибнем, но не будет поступать углекислый газ, и можно погибнуть от голода. Вот надо как-то сбалансировать. А диффузия – это слово магическое. Она характерна и для паров воды, и для углекислого газа. Если вы открываете, то начинается диффузия и того, и другого. Поэтому чем лучше диффузия углекислого газа, тем лучше улетает вода. Это взаимосвязанные процессы. Нельзя устроить диффузию так, чтобы углекислый газ лучше диффундировал, а вода хуже. Но через поверхность тоже немножко воды испаряется. Причем непонятно, чего больше. Углекислый газ проходит через пути кулы или вода испаряется. То есть диффузия – это не спасение. Диффузия – это просто физический процесс. Она как-то избирательно не действует. Пустится, закрывается, становится много восстановителя, потому что все время светит, все время этот надфаж образуется, образуется, а потратить не на что. Получается кризис производства. То есть продукцию выпускают этот надфаж, одевать в производство нельзя. Нет сырья, не подвезли углекислого газа. Ну что делать? Надо сделать так, чтобы надфаж не образовывался. Правильно? Полностью остановить свет невозможно. Он все равно будет бить по растению, все равно он будет возбуждать хлорофилл, хлорофилл все равно будет работать. Спастись от этого нельзя. Можно перестроить поток электрона. Сделать его циклическим. Это обеспечивает фотосистема 1 в содружестве с комплексом цитохром B6F. Электрон приводится в движение через лиридоксин, вот эту вот вертушечку, которая прокачивает протоны, возвращается на фотосистему 1. Сколько электронов выпустилось, столько электронов и вернется. Образуется ли надфаж? Нет. А образуется ли кислород? Тоже по идее не образуется, потому что электроны, если мы забрали от воды, то кому-то мы должны их передать. Вот такой вот поток вокруг фотосистемы 1 с запасанием энергии АТФ называется циклическим транспортом электронов. Кроме циклического, есть еще очень странный процесс сброса и переработки лишнего надфаж. Здесь стоят специальные ферменты, гигидрогеназы, альтернативные оксидазы, и в конце концов электроны переходят на кислород, хотя изначально от них, от кислорода-то его и забрали, да? От воды. Вот этот процесс можно назвать псевдоциклическим, а вот процесс передачи непосредственной кислород хлоропластным дыханием. Хлоропласт, окажется, может дышать, но в условиях стресса. Если много, еще раз, света и устица закрыты, углекислого газа не будет. Ну, еще может быть пару слов о синтезе АТФ. Рассказывали вам мнение о синтезе АТФ? Рассказывали. В хлоропласте происходит все так же, как в метахундриях. Такая же самая каруселька, которая внутри мембраны, по которой катаются протоны. И они стараются выйти из пространства телокоида в наружное стромальное пространство. Здесь большая головка, которая обеспечивает синтез молекул АТФ. Как вы думаете, на каких частях мембраны должен быть АТФ-азный комплекс? На местах стекинга мембраны или на свободных местах? Почему? У нас уже стромы не будет. Иначе А, трудно вращаться, Б, АТФ это гидрофильная молекула, и надо брать не из жирной фракции, не от соседней мембраны, а нужно брать из стромы. И туда же, оттуда же брать АТФ и фосфат, и туда же выдавать АТФ. Ну и, конечно, протоны не захотят идти в пространство, в котором прямо сразу мембрана. Им надо, ну, такой простор, более-менее жидкую фракцию. Отличительной особенностью АТФ-азного комплекса митохондрии является то, то есть хлоропластов является то, что он работает тоже только днем. На ночь он выключается. В митохондриях трудится и день, и ночь, а в хлоропластах он отключается. Происходит это благодаря регуляторному действию маленьких белков, которые называются филоридоксины. Это вот такие небольшие белочки, у каждого есть своя мишень, и служат они вот для какого процесса. В световой фазе фотосинтеза филоридоксин передает электроны филоридоксину. Пока он накислен, у него есть СС-связь между какой аминокислотой и какой. Это цистеин, два цистеина. СС-мостик получает электроны, получает протоны и становится СХ-СХ. Дальше он находит целевой белок, в нашем случае АТФ-синтазный комплекс, находит СС-мостик, передает этот вот H сюда, и СС-мостик размыкается. Что происходит при замыкании или размыкании СС-мостика? Нет, это не самое важное. СС-мостики для чего нужны? Поддерживать конформацию. При размыкании СС-мостиков одна конформация, при завязывании другая. Вот от АТФ-синтазы СХ-форма является активной. Вот этот H говорит о том, что да, работает свет и можно включать на полную катушку СТФ. В темноте кислород замыкает эти мостики, забирая на себя протоны, и АТФ-синтаза становится неактивной. То есть в хлоропласте синтез АТФ идет только тогда, когда работает световая фаза фотосинтеза. И на ночь отключается. Ну и краткие итоги. Потоки электронов в световой фазе бывают не циклическими, с участием фотосистемы 2 и фотосистемы 1. В результате образуется протонный градиент, который преобразуется в энергию АТФ, образуется кислород, как побочный продукт, и самое главное, возникает восстановитель. Циклический. Работает только фотосистема 1 и генерирует только АТФ. Никакого кислорода, никакого надфажа. И вариант третий, псевдоциклический. Работают вначале две фотосистемы, создается градиент протонов, образуется надфаж, кислород, а потом в самом конце у надфаж забирают электроны и передают на кислород. Кислород превращается обратно в воду, а надфаж окисляется. То есть вроде бы все сработало, на последнем этапе взяли и перенесли электроны обратно в начальную точку. Это называется псевдоциклический. Похож на циклический тем, что итог только АТФ, и похож на нециклический тем, что участвуют две фотосистемы. Вот такие итоги световой фазы. На этом давайте сделаем перерыв номер 2. перед темновой фазой. Видите, уже тут темновая фаза скоро у нас. Так что стало здорово путевышем, и дело- provided на сайте наш! Также мы очень временем. Спасибо. В какой-нибудь Sehr- FROM